Книга «Открытый моком» ТОП 2. Тема «Лапкин книги. Вопрос 852. Как правильно ответить на вопрос, что такое счастье? Вы считаете ли вы себя счастливым во всех отношениях или только от счастья?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Быть счастливым – значит быть блаженным. Это дословно. Усвоить девять заповедей блаженства, иначе сказать быть со Христом». Филиппийцев 1.21 «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Вот несколько определений счастья по Библии. Притча 18.23 «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Кто изгоняет добрую жену, тот изгоняет счастье, а содержащий прелюбодеек убезумен и нечестив». Малахи 3.15 «И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целым». Иудив 5.17 «И доколе не согрешили, пред Богом своим счастье было с ними, потому что с ними Бог, ненавидящий неправду». Премудрость Соломона 3.11 «Ибо презирающий мудрость и наставление несчастен, и надежда их суетна, и труды их бесплодны, и дела их непотребны». Сирахов 31.8 «Счастлив богач, который оказался безукоризненным, и который не гонялся за золотом». Сирахов 26.1 «Счастлив муж доброй жены, и число дней его сугубое». Сирахов 26.3 «Добрая жена, счастливая доля, она дается в удел боящимся Господа». В новом завете слово «счастье» вообще отсутствует, ни разу не встречается, разве это не странно? Завет мира, любви, вечной жизни дарован человеку, а счастье – ни слова. Почему? Только потому, что у человечества достижение счастья только в замыслах. И поэтому они так много об этом говорят, не достигая его. Они ищут и не находят, просят и не получают. Нам же в самом начале дан маяк, направление, что нужно искать. И если мы этого достигнем за жизнь, за день или за час, то дальше остается только закрепляться в этом счастье, чтобы не лишиться его. Матфея 6.33 «Лишите же прежде царствие Божие, правда его». И это все приложится вам. Все, что называется у людей мира, сегодня счастье, здоровье, достаток, добрая жена, власть, то, чем Бог наградил премудрого Соломона, это все для христианина как бы приложение к обретенному Царству Божию в лице Христа. Примирившись со Христом своим счастьем и радостью, нужно искать правды этого Царствия и правды Христа, то есть претворение замыслов Божиих из лечебных Евангелий в жизни. День Азаши 2. Царя Грипа. «Почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи». 1 Коринфянам 15.19. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Я свое счастье обрел в 1962 году 27 сентября в 17 часов в Латвии, город Венспилл, улица Карла Розенберга, 18-4, в доме Еремеева Михаила Александровича. Об этом подробно описано в нашей книге «Для слова Божия нет уст». Однажды я захожу в кабинет, где сидят два генерала, председатель Краевого суда Алтайского края Пашков МАИ и начальник управления юстиции Алтайского края Проценко РА. Я только открыл дверь, а они в голос. «О, да мы только что о вас рассуждали. Обо мне? О чем конкретно? Что мы не знаем более счастливого человека, чем вы? Как так? Вы делаете то, что вам нравится, что вы любите. Я знаю этих людей более десяти лет, отношусь к ним с уважением, как и они ко мне, с их слов. Мою многострадальную корявую биографию они очень хорошо знают, как однажды про Ценков в присутствии своих сотрудников на своем дне рождения, где я был случайно, встав, сказал перед всеми. «Я один из тех иуд, преследовавших Лапкина. Я тут же спросил его, вам не стыдно это говорить перед столькими людьми? Вот за это я его и уважаю, за открытость. Даже по признанию знатных людей я очень счастливый человек. Я не могу припомнить ни одной своей молитвы, на которую Господь бы мне не ответил, притом даже самой невероятной. Чтобы люди не называли в мире счастьем, я это имею в недопустимом при избытке. Слова Аллилуйя, слава Иисусу Христу, не сходят с моего языка даже в лагере смерти, даже в туберкулезной локалке, где я находился. Заключенные и начальство спрашивали, почему вы постоянно улыбаетесь? Это не роза ушей, а внутренняя радость. Когда судья Макаров вы огласил мне приговор именем Российской Федерации, то его сразу что-то тронуло в моем виде выражения на лице, и он, наклонившись вперед, спросил меня. Вы поняли это? Я, улыбнувшись, ответил. Один шаг в сторону, как мгновение, и я уже на свободе. И шагнул вправо за своей перегородкой и, обратившись к прокурору, добавил. Я чувствую себя, как на колеснице с пророком Ильей. И что сердце у меня так тягостно и больно, шипами острыми усеян в жизни путь, вокруг все веселые, счастливые и довольные, а мне хотя бы немного отдохнуть. О, Господи, как трудно в этой жизни нести свой крест, возложенный Тобой. Дай силы мне, чтоб я безугаризны терпел безропотно, не падая душой, когда же стихнут бурной жизни волны. Ты скажешь им, довольна, перестань, гляди, уж кладези души страданий полны, а слезы горя льются через край. Не плачь, душа, что скорби окружают, тебе нет счастья в жизненной гульбе, все счастье там, где мирно отдыхают. Святые, кончившие путь свой на земле.